Добрый вечер, мы приглашаем вас сегодня в домашнее общение, мы изучаем Слово Божие по памяти филиппийцам 3 глава и надеемся, что и молитвы, и гимны также коснутся вашим сердцем. Как и мы сегодня имеем радость, имеем хорошее отношение и к вам, и к Господу, надеемся, что Дух Святой будет и далее нас подкреплять, мы будем на Господа надеяться, потому что живет человек и какой-то, может быть, земной путь его не всегда радостен, а вот с Господом всегда радостен, потому что мы знаем, живем вечно, Бог всегда поможет. Что мы теряем? Мы ничего не теряем, все наше на небесах. От этого, конечно, радость, от спасения, от того, что тебя ждут на небе. Это у нас радость вечно, она в Господе. И мы будем молиться, чтобы и ваша жизнь менялась, как и наша. Благодарим Иисус! Это время Ты дал нам для общения с Тобой, друг с другом. Благослови, Господь, всех нас, Павлика Благослови, что тоже был с нами. Пусть будет поддержка и со всеми нами, кто пришел в эфир в этот час. Их Ты, Господи, благослови. Мы надеемся на откровение Слова Твоего и будем молитвы иметь друг за друга и будем славить гимнами Тебя, наш Господь. Все во славу Твою, пусть небо сегодня приблизится. И мы, Господь, откроем сердца наших, дабы наполнится этой силой. Благослови нас, Вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Плет наш насущный, дай нам на сей день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в свои искушения, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть Царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Слава Господу. Мы прославим Господа, пойте с нами, если вы знаете эти гимны, если нет, послушайте, но они несложные, можно подпевать. Приветствую. Приветствую. К небу взор я возношу, и тебя, Господь, прошу, будь со мной, как верный друг, Пусть тут свет, будь брак вокруг. Рядом с тобой идти, цель лишь одна, чашу твою испить, пусть хоть до дна. Радость тебе дарить, за все благодарить буду я всегда. Жизнь моя в твоих руках, хоть я пред тобою прах. Господи, твоя любовь, греет сердце вновь и вновь. Рядом с тобой идти, цель лишь одна, чашу твою испить, пусть хоть до дна. Радость тебе дарить, за все благодарить буду я всегда. День за днем идут года, как с вершины гор вода. Так и мы к концу идем, где же вечность мы найдем. Рядом с тобой идти, цель лишь одна, чашу твою испить, пусть хоть до дна. Радость тебе дарить, за все благодарить буду я всегда. Радость тебе дарить, за все благодарить буду я всегда. С хвалою чудеса твои велики, и любовь твоя сильна. О, ты велик, ты прекрасен и велик, и другого нет, как ты. Ты прекрасен и велик, и другого нет, как ты. И другого нет, как ты. Когда Христос меня простил, то землю в небо превратил. Среди скорбей и тьмы земной. Там небо, где Христос со мной, хвала Христу, Он спас меня. Простил грехи, открыл себя на суше, в море, над землей. Там небо, где Христос со мной, хвала Христу, Он спас меня. Простил грехи, открыл себя на суше, в море, над землей. Там небо, где Христос со мной. Небесный мир мне был далек, меня Христос к себе привлек. Хвала Христу, Он спас меня на суше, в море, над землей. Хвала Христу, Он спас меня, простил грехи, открыл себя на суше, в море, над землей. Там небо, где Христос со мной, хвала Христу, Он спас меня. Простил грехи, открыл себя на суше, в море, над землей. Там небо, где Христос со мной. Неважно, где теперь живу, на высоте, внизу, ворву, в стране чужой, в стране родной. Там небо, где Христос со мной. Хвала Христу, Он спас меня. Простил грехи, открыл себя на суше, в море, над землей. Там небо, где Христос со мной. Хвала Христу, Он спас меня. Простил грехи, открыл себя на суше, в море, над землей. Там небо, где Христос со мной. Там небо, где Христос со мной. Слава Богу, мы сегодня с вами снова встречаемся. Особо радостно, что уже в сегодняшнем дне к нам были братья и сестры из Белоруссии, с Украины на нашем сайте. Пусть Господь благословит. Мы любим вас. И в Белоруссии нас знают, и на Украине нас знают. Мы лично встречались. И правда, в Белоруссии я в церквях не был. Мы с братьями из Белоруссии знаком. В общении. Пусть Бог благословит. И также на Украине мы были с сыном не так давно, и в Кривом Роге, и в золотых водах. Пусть Бог благословит всех братьев, сестер, кто любит нас в Киеве, кто молится за нас. Всех пусть Господь поддержит. Ну и, конечно же, слышали, наверное, сегодня в интернете новость о том, что границу с Украиной обтягивают колючие полосы, чтобы больше никто никуда не ходил. Ну вот, разделяют. Ну вот так вот, видите, власти что-то делают, что-то пытаются сделать. А ведь, по сути, если так посмотреть на Украине, 45 миллионов, да, населения, по крайней мере, переписи подсчет. 45 миллионов, и половина-то идет, в общем-то, русский. Половина-то, русский. А, Одесса, вообще город там еврейский. Это же вообще еврейский город, и что? На этом, конечно, это все. Да, был я и в Ровной, и в Луцке был, в церквях. Ну, там немножко другое, там немножко посложнее. Несколько другие, как бы, дела. Но мы надеемся, что милость Божья будет, и эти колючие проволоки, которые натягивают власти, они не помешают нам, то есть, по интернету мы друг друга можем видеть, слышать, любить, друг друга, да, общаться, независимо от колючих проволок. Сегодня у нас послание к филиппийцам, третья глава. И мы ее прочитаем и рассмотрим. Итак, послание к филиппийцам, третья глава. Мы сейчас ее и будем обучать. Впрочем, братья мои, радуйтесь, Господи. Писать вам о том же для меня не тягостно, а для вас наседательно. Берегитесь псор, берегитесь злых делателей, берегитесь лжеобрезания. Ибо обрезания – это вы, служащие Богу Духом, охвалящиеся Христом и не на плоть надеющиеся. Хотя я могу надеяться и на плоть. Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я. Обрезанный восьмой день, из рода Израиля, колено Вениаминова, евреев-евреев по учению фарисей. По ревности, гонитель Церкви Божией по правде законно непорочны. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я опочел четверо. А то и все, почитаю четверо ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа. И найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа с праведностью от Бога поверил. Чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь в смерти Его. Чтобы достигнуть воскресения мертвых. Говорю так не потому, чтобы я уже достиг и стал совершенным, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая оставшееся позади и простираясь вперед, стремлюсь в цели по части Вышнего призвания Божьего во Христе Иисусе. Итак, кто из вас совершенен, так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. Впрочем, чего мы достигли, так и должны мыслить и так поступать. Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по примеру, какой имеете в нас. И во многие, о которых я часто говорил вам, а теперь со слезами говорю, поступают, как враги Креста Христова. Их конец погибель, их Бог чрева и слава их с рами, они мыслит о земном. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и спасителя Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою которой Он действует и покоряет себе все. Ну, часто это послание говорят, послание радости. Может быть, действительно, в сегодняшнем мире очень мало есть поводов для радости. Есть поводы веселья, но поводы радости для многих людей отсутствуют. Но человек радуется, человек тоже иногда и в жизни получает радость. Радость всегда от творения, всегда от того, что появляется, что дается, что по благодати приходит. То есть, вот всегда такая она радость. И первая радость наша, конечно, это радость со Христом, потому что общение с Ним и общение Духи Святого для нас каждый день новое, для нас каждый день это радостное. Поэтому апостол Павел говорит, радуйтесь Господи, видите, не просто радуйтесь, а радуйтесь Господи. То есть, ваша радость и моя, она должна в Господе быть, а не отдельно от Него. То есть, все, что мы имеем, мы имеем от Господа, то есть, мы не можем разделиться, наша жизнь соединилась с Ним. Писать вам о том же для меня не тягостно, а для вас назидательно. То есть, апостол Павел говорит, что эти послания, они дают не тягость, а назидание. То есть, они помогают распознать. И далее он уже во втором стихе говорит, берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь лжеобрезания. Ну, у вас, по-моему, там просто обрезание, да? У меня вот здесь лжеобрезание добавлено в этой Библии. Ну, вот, к чему добавлено лжеобрезание, потому что, ну, действительно, в тот период, когда уже формируется церковь, церковь не формировалась иудаизмом. Она была отдельно от Него. А иудаизм, он, в общем-то, настаивал на обрезании. И вы помните, в Иерусалиме был вопрос, ставился иудейскими, христианами, и они требовали обрезания, тем самым детским принадлежать избранному Божьему народу. Но Бог отменил это, Бог не дал и восторжествовать обрезанию. И, соответственно, в этом отношении обрезание плоти, конечно же, не получилось. Но вот здесь начинается берегитесь псов. Для евреев, для евреев, вот и для Павла, как евреев, псы, это всегда были нечистые животные. Почему, кстати? Вроде бы, собака все-таки друг человека, помогает, подавит, пасы, ну, почему они нечистые-то были? Как вы думаете? Почему, вроде, собачка всегда поможет, защитит от волков, стадо сохранит? А нечистая животная? Потому что собака питалась отходами падалью, то есть, нечистой пищи. Поэтому, раз собака, как бы, питалась остатками пищи и так далее, то есть, она была в этом нечиста. То есть, чистый живот, это, ну, самое бескомпромиссное для евреев, это была рыба, конечно. Ну, что рыба-то не ешь, ничего, вода сытая, все-таки, вот, то есть, а рыба, как бы, самая чистая из пищи. Ну, а далее, животные, которые травку кушают, да, ну, травку и чистая, правильно? Правку не имеют. Поэтому, булочки, как бы, 40-го, то есть, ну, то есть, то, что ест чистую пищу. Поэтому, такие животные, как свинья, например, которая ела отходы, да, она считалась нечистой, так вот, ну, раз она употребляет, то, что выкидывает, то, что, как бы, да, я вспомнил, кстати, на Украине, я был в одной семье, и передо мной поставили большую чашку супа. Очень большую. Ну, я не знаю, там, может быть, небольшой объем. Я посмотрел на эту чашку, я сказал, я говорю, я не съел. На что, хозяйка дома, сестра господина сказала, и ты не жива, и он там хрюкает, там, да, иду, там, что не съешь, да, там уже ждут, там, то есть, безотходное произносило. Ты не доешь, там уже ждут, что ты не доешь. Вот, поэтому, вот, и псы, они раз питались нечистой пищей, да, то есть, ни травой, там, ни чем-то, да, а, ну, то, что отставалось от людей, там, еще где-то не подбирали, поэтому они были нечистыми, в этом отношении. Поэтому, к примеру, как бы, пса, и даже Иисус приводит, да, вот, к примеру, сам, да, как язычников. Поэтому, здесь, вот, и апостол Павел говорит, что берегитесь, берегитесь вот нечистого, то, что нечистое, злых делателей, берегитесь злых делателей, то есть, те, которые злые дела делают, то есть, они не к доброму ведут, они к разделению не ведут. И это разделение, они навязывали через обрезание. А Павел говорит в 3-м стихе, что обрезание, это, духом святым происходит, то есть, мы уже становимся божьим духом святым, а не, как ранее евреи, вот, в этом отношении. Ну, плоти обрезали. И далее, и хвалящиеся Христом Иисусом, а не на плоть надеющиеся. То есть, мы надеемся не на нашу плоть, эти обрезания были в плоти, а именно на нашу душу вечную, в которой уже есть место Христу. Хотя, я могу надеяться и на плоть, если кто-то будет думать надеяться на плоть, то более я. То есть, апостол Павел говорит, ну, я, говорит, тоже еврейс, правильно? И не просто еврей, который мог надеяться на плоть. Смотрите, какой еврей. Что он приводит к примеру? Он говорит, я более. И какие факторы приводят, что он более, чем другие евреи, которые могут говорить, да, мы все знаем, делайте как мы. Но Павел говорит, я более, чем те евреи, которые приходили к вам. И что он ставит, так сказать, в качество более евреев? Смотрите, обрезанный восьмой день. Обрезанный восьмой день. Это пререгатива. Обрезание восьмой день. Не все евреи обрезались восьмой день. Да. Хоть и было провеление восьмой день, но не все. Смотрим Авраам, смотрим другие евреи, которые обрезались уже в взрослом возрасте. Он говорит, я обрезан восьмой день. То есть, раньше меня обрезаться никто не мог. То есть, если кто-то приходит и говорит, я обрезанный, то Павел говорит, а я раньше. То есть, раньше меня вы не можете быть обрезанным. Я-то на восьмой день. То есть, у меня это обрезание, это еще раньше, чем у вас. То есть, если кто-то говорил, что на восьмой, но он говорит, и у меня на восьмой. То есть, ну, вопрос-то в чем. Далее. Из рода Израиля. Из рода Израиля. То есть, что такое из рода Израиля? Что он принадлежит евреям. Он принадлежит евреям. То есть, обрезались еще и прозавитые, не забываем, да, верующие из язычников. А здесь он говорит, я из рода Израиля. Далее, смотрите. Колено Вениаминова. Что принадлежит колено Вениаминова, скажите мне? Иерусалим. Иерусалим, понимаете? То есть, вот как у нас, допустим, главный город Москва, допустим, да? И все русские знают, там, россияне, витрии России, что главный город Москва. И москвичи говорят, да, точно. Это мы там, да? Хотя коленных уже там, может, и нет, но всем, да, мы там. Вот. То он говорит, у меня не просто колено было израильское, а Вениаминова. То есть, самое центральное, Иерусалим, храм. То есть, вот это наша территория. Ну, как бы москвич, он фильм, если так, да? Евреи от евреев. То есть, что он говорит? Все мои родственники, не только отец и мать, все евреи. У меня в роду нет ни евреев. То есть, он полностью еврей. То есть, у него в роду не было язычников. Он еврей от евреев. То есть, у него, по его родству, нет ни евреев. Все евреи. По учению фарисей. И это было самое сложное теологическое учение того времени. Это были самые набожные евреи. Это были самые ортодоксальные евреи. Держащиеся законы, держащиеся позиции всех и так далее. Понимаете? То есть, не просто он был еврей, он был фарисеек. Он был фарисеек. То есть, самая многочисленная группа набожных евреев. Которые верили в воскрешение. В рай верили. Саддукеи, допустим, не верили. Вот Саддукеи не верили в воскресение. Потому что некоторые говорят... Ну, все евреи одинаковы. Ну, те же Саддукеи не верили. А те же Иродиане, Азилоты, которые потом поднимут восстание. Они же тоже подбивали. Некоторые ученики Иисуса были Азилотами. Они подбивали на восстание. Они не хотели власти Рима. И не поднимут потом восстание. Какое? В 66-м году? В 66-м... Некоторые вот не знают, с какого времени евреи начались гонения. Все почему-то с Гитлера вспоминают. До 66-го года у них гонения. Вообще у них постоянное гонение, да? Но с 66-го года уже со времени церкви. То есть, когда они устроили восстание. И в 70-м году они были окружены. Было предложено императорам Титам сдаться. Они не сдались. Капитулировать они не хотели. Сдаваться. Всех убили практически. Всех практически убили. Иерусалим был сожжен. Храм был разрушен. И им запрещали. Им запрещали. Понимаете? Их постоянно убивали. Вот крестовые походы. Вот некоторые говорят, крестовые походы. Что рыцари-то шли? Они шли освобождать Иерусалим. И самое интересное. Они шли освобождать Иерусалим. По пути убивая евреев. Чтоб они не вернулись в Иерусалим. Представляете? Вроде бы там уже ислам захватывает, да? Иерусалим. И вот эти крестовые походы. Они шли освобождать Иерусалим для Христа. А по пути евреев убивали. Чтоб те не вернулись в Иерусалим. И всячески им запрещали. И римская власть запрещала Иерусалим возвращаться. Потому что они всегда боялись. Чего? Восстановление храма. Восстановление храма. Понимаете? И все время боялись восстановление храма. И со времен 70-го года. Почему я говорю, что именно от 66-го надо отсчитывать их гонения. Потому что если мы по Ветхому Завету мы читаем. И гонят, а то они возвращаются. И храм восстанавливают, да? И гонят, а не возвращаются. И храм восстанавливают. То начиная с 66-го года. Вот когда они зелоты подняли восстание. Все. Вот с этого времени. С этого времени. Считайте. Начались гонения. В 70-м разрушен храм. И больше храма нет. И у них до сих пор нет вот этого восстановления. У нас за периоды столько храмов восстановили даже, да? За короткий период в стране разрушены. А они не могут один. У нас по стране сколько? Тысяч храмов восстановили. Отстроили. А там один хотя бы, да? Он небольшой ведь. Это то, что... В смысле? У евреев нет. Он один должен быть. А синаконий? А, это другое. Это помещение, где они изучают Слово Божие. А храм, где они приносят жертву Богу. И храма нет боли. Вот. Поэтому апостол Павел говорит, что вот я такой был. А теперь вы посмотрите, шестой стих. По ревности, гонитель церкви Божий, по правде закона непорочный. Ну, разделим этот стих на два вопроса. Первый вопрос. Два. Подумайте. Почему апостол гнал церковь? Кого есть мнение? Оксана, почему он гнал? Если он... Как ты думаешь? Вот что сподвигло Савла гнать цепи? Вы... Фреси раз. А что, другие фресеи не гнали? Не гнали. Ну, извините меня, пойти, взять документы. Нет, так там все участвовали. Там и Саддуке, и Ирдиане, и все-все-все там не участвовали. Вопрос в другом. Он почему так активен-то был? И другие фресеи не бегали церковью. Появлялся кто-то, ну, там накидали камнями. Но он тарелно стогнал. Пошел в Дамаск, например. Да? Взял. Бойска. Почему такое ревность? Вдругие фресии не были такими ревностями? Как обиды, может? Обида. А, Таня? Я вообще... А очереди? Ну, потому что не просто. Ну, почему угнал? С благих, мне кажется, внешних. Благие, наверное. А, Светлана? Да. В общем, заблуждался. Ну, ладно. Вот не сиделось-то, что у Гамалиева. Сидел бы, изучал верхний цвет. Нет, пошел в Дамаск убивать всех. Его же Гамалиев не грел, иди давай, убивай кого-нибудь. Что за ревность-то такая? Рома, что не сиделось-то ему? Другие фресии сидят, но он взял бы и пошел всех гнать. Рома? Он думал, делает правду ради Христа. Ради кого? Ради Христа, говорю, и Христа? Ты не путай пока. Нет, они жили по законам Моисея. А раз Иисус появился, они же Иисуса не признавали Господу, и поэтому христиан знали, потому что они вводят в заблуждение. Из этого и Павел гнал. Понятно, хорошо. Ну, справедливо, что добавить? Ну, конечно, тут все понятно. Я тоже так же думаю, потому что, раз он был фарисей по учению, фарисеи же, они боялись вот этих знамений, которые Иисус сделал. Он вот там исцелял людей такие были, но реальные, как бы. Они пили за закон Моисея. Вот они, да, и за свои учения. Фарисеи, они же законники. А Иисус Христос пришел, чтобы от свободы. Ну, вот освободил от горлов. Да, даже с свободы, он уже исцелял. Ну, садуки, книжники, зелоты, не все законники. И все по закону жили. Все жили и по закону. Ну, кроме христиан. Вот послушайте мое мнение. Представляете, человека, который учится. А чему он учится там? Он лучше ученику говорила. А чему он учится там? Вот вы говорите, закон. Ну, вот так вот вы воспринимаете. Вот закон. Да для еврея это самое важное за все человечество. За всю историю человечества это самое важное. Закон-то. Потому что никто ведь не оспаривает. И мы с вами не оспариваем. Что Бог это дал. Бог говорил. Бог являлся. Бог вел. Все здесь записано. Мы до сих пор читаем Ветхий Завет. Мы до сих пор приводим примеры и говорим. Вот видите, как Бог действует. Мы читаем салтырь. И используем его как молитвы. Мы, которые имеем уже Новый Завет. То тогда, на тот период, закон, вот этот Ветхий Завет, который был дан Богом, и это на самом деле так. Они считали самое высшее в жизни всего человечества. Более ничего не было. Новый Завет тогда и не было. Понимаете? Новый Завет когда появляется? Он появится. 14 посланий-то Павла будут. Он сформирован только в 4 веке. Он сам будет писать Новый Завет. Представляете? А сейчас он учил вот самое святое, самое ценное, что даровано самим Богом. И вдруг появляется кто-то, кто говорит, а нам оно не надо. Это сегодня не действует. Как это не действует? Как это то, что дано самим Богом? То, что самое ценное в истории всего человечества? То, что дано избранному евреям, народу? И какие-то евреи говорят, то, что это нам дал Бог, теперь не действует. Сейчас это уже другое. Поэтому он не просто учился у многомалиева. Он это считал самым ценным, самым значимым. Он впитывал это все, он изучал это все. И вдруг кто-то против этого, и, соответственно, появляется ревня. Потому что разрушалось, так сказать, то, что не поддавалось сомнению. То есть не было ни у кого сомнений. Мы тоже сегодня в Верхие Заветы читаем, но у нас нет сомнений, что это от Бога. Правильно? А представьте в то время, когда люди безграмотны, когда клик нет, когда нет еще ничего, нет интернета, вообще ничего нет. Даже читать могут только единицы. И вот те, которые могли читать, они читали тем, которые сидели в синагогах. Каждую субботу! И говорили, ооо, вот в чем слышно. Поэтому вот он, Павел, будучи тогда самым, учась этому, он был лучший ученик Ветхого Завета. Он считал, что его нужно содержать, его нужно... Откуда книжники появились? Книжники появились от того, что за 400 лет до Христа Бог перестал говорить. 400 лет до Христа, все, тишина. И чтобы сохранить вот это все, что сказано Богом, через пророков и так далее, они переписывали все, досконально переписывали. Поэтому отсюда и книжники, которые сохраняли каждое слово. Вот. Но что для меня... А, стоп! Вторая часть стиха. Вот видите. По правде законы непорочны. Но в Ветхом Завете написано, что непорочен только Бог. Как здесь понять? То по правде законы, по закону непорочны. Но непорочен только Бог в Ветхом Завете написано. Соответственно, как здесь надо понимать? Надо понимать, что он говорит, что я так выполнял закон, что никто не мог мне предъявить в чем-то. Понимаете? То есть я не имел никакого порока в выполнении закона. Вот так. То есть никто не мог прийти и ему сказать, ты не молился там, ты не делал то, ты нарушил закон в этом-то и так далее. Поэтому он говорит, что по правде законы, то есть по закону, вот что был дан закон, я был непорочный. То есть никто не мог мне предъявить что-либо, что я нарушил закон. Вот. Но он говорит далее. Смотрите, седьмой стих. «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел четверо». То есть если это раньше было для всех евреев преимуществом, ну как не преимущество, он знал Ветхий Завет, он знал все, что говорил Бог, и так далее, и так далее. Он знал характер Бога, он знал молитвы, он знал все. И он говорит, если это раньше для меня было преимуществом, то ради Христа я почел четверо. То есть теперь период Духа Святого. Теперь все новое Бог сотворяет. Теперь Бог дает более откровение. Теперь Бог более сильнее ведет человека, лично общаясь. Поэтому Он говорит, я ради Христа почел четую. То есть, все, что я это узнал. Хотя, раньше это было преимущество в отношении остальных. Да и все почитаю четую ради превосходства, познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю до того, чтобы приобрести Христа. То есть, все, что в этом мире, Он говорит, это все тщетно, то есть, бесцельно. А вот ради Христа, познания Христа, то есть, Христа мы познаем каждодневно. Он говорит, я каждодневно. И я, все, что в этом мире, люди, которые ценность имеют, Он говорит, это все сорт. А вот, главная ценность в этом мире, на земле у человека, это приобрести Христа. Вопрос к этому мы еще не закончили, к этому страдали идет. И найти с Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа с праведностью от Бога поверит. То есть, Он говорит, не свою праведность мы ее не можем иметь, а праведность Христа приобретать. Понимаете? Чтобы познать Его и силу воскресения Его, участия в страданиях Его, сообразуясь в смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. То есть, апостол Павел говорит, что если мы пришли к Господу, мы пришли к Господу, мы не просто становимся Его, мы должны познавать Его, познавать Его волю, чувствовать силу Его воскрешения, потому что это в нас теперь присутствует, участие в страданиях Его, то есть, страдать за Христа. То есть, если нас сегодня гонят, то гонят не нас, а гонят. Смерть Христа. И сообразует смерть Его. То есть, Иисус от страданий, он был убит. Правильно? Поэтому апостол Павел понимает, что впереди и даже его жизнь, и ему готова, по сути, казнь, да? За мертвых. Чтобы достигнуть воскресения мертвых. То есть, он не переживает, потому что, знаешь, что Иисус прошел этим путем, да? И этот путь через смерть пришел к воскресению. Иисус умер, но воскрес. И он говорит, чтобы достигнуть воскресения мертвых. То есть, это для всех воскресение. Не для одного, а для всех. Говорю так не потому, чтобы я уже достиг, или стал совершенным, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос. То есть, апостол Павел говорит, смотрите, я пришел к Господу, Господь меня достиг, да? По дороге до Маска. Достиг Господа, Господи его. Но он говорит, я еще не совершененен, то есть, я еще совершенствуюсь. Почему? Потому что мы все идем в совершенство, совершенство будет на небе, понимаете? Там совершенно все. А здесь мы только, я не знаю, сколько части у нас сейчас неба отображается. Я не знаю, сколько части совершенства мы. Мы ограничены сегодня, мы ограничены временем, мы ограничены по странствам. В будущем мы же не ограничены сами, ни времени, ни по странствам. У нас и вечность, у нас и вся Вселенная. То есть, мы не будем ограничивать. Это очень важно. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая оставшееся позади и простираясь вперед, стремлюсь к цели почести высшего призвания Божьего во Христе Иисусе. То есть, забывая прошлое, имеется в виду это, ну, я вот сейчас нам напоминаю о нашей греховной жизни. И когда апостол Павел даже пришел в Мерусалим, не все апостолы принимали его по причине его прошлого. потому что знали его как гонителя церкви. Знали его как гонителя церкви, поэтому не все могли его воспринять. Но он не рассматривал это, как и Господь не рассматривал это. Родивший заново апостол Павел совершая все гонения на церковь и так далее. Бог его простил и ну, по сути, он никого не убил. Его гонения были чисто теологические. Даже не теологические. как сказать? как вот когда цель есть, когда гонят как цель как можно назвать? гонения. Вот такие целенаправленные гонения. То есть, он не лично кого-то бил, да, убивал. Помним даже, когда первое Стефано побивает, он ведь не кидает камни. Помните это? Он стоит одерживать, но камни ведь он не бросал. То есть, он как бы борется идеологически. То есть, он борется как бы за идею. То есть, его борьба была за идею. Чтобы сохранить Ветхий Завет, чтобы сохранить. Идеолог. Да, 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 идеолог. То есть, с ним войска идут, они будут убивать, хватать. А он идеолог, он говорит, надо сохранить, надо не допустить, чтобы разрушился Ветхий Завет. И так далее. Тем более, еще храм стоит. Не просто же там храм целый, со священниками, со служением. структура-то какая. Поэтому, вот, его гонения, это не были, так сказать, в его сердце. И когда сердце занял Христос, то как он может гнать того, который уже в его сердце? Правильно? Как и мы сегодня встречаемся, люди, которые, может быть, как вот, я говорю, мне нравится всегда эта фраза, что такое пробуждение? Пробуждение, это когда сосед, который обзывал тебя сектантом, позвонит в свою дверь и спросит, во сколько собраний можно ли с тобой идти? Вот это пробуждение. Вот это тогда уже пробуждение, когда он позвонит в свою дверь, который обзывал тебя сектантом сосед, и спросит, во сколько собраний можно ли с тобой пойти? Вот, вот это уже пробуждение. А пока вот это все проблема в сердце человека, в сердце занято в руке. И вот теперь в его сердце Христос. Но он говорит, я еще не всего достиг. Я еще не всего достиг. И так кто из нас совершенит, так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то и это вам Бог откроет. В сердце у многих людей правильное решение. Во время, когда Дух Святой и Господь приходит в сердце, касается сердца, многие правильное решение хотели бы принимать. Сердце это да, чувствует и согласный. Но мешает всегда человеку его разум. Мы очень много встречаем людей, которые говорят, мы любим Христа. Желаем быть с Ним. Хотели бы и собрание прийти, и все, и Слово Божие слушать. В сердце вот есть такое желание. Но почему не происходит? Потому что мыслят. И начинают мыслить, ой, зачем я пойду, ой, что там будет, а что дальше, а вдруг обман, а вдруг то, все. То есть, сердцем-то вроде есть чувство любви ко Христу, но в разуме начинается борьба. И вот эти принятия решения, они лежат через разум. То есть, сердце человеческое приходит, вот это желание быть со Христом. А в разуме вот эта борьба, потому что разум сегодня засорен. Столько информации кругом секты, кругом обманы, кругом так далее, и так далее. И вот человек, он сердцем слышит, он чувствует, что Христос его любит, что он должен быть с ним. А вот в разуме принять решение не может. Поэтому апостол Павел говорит, что правильно мыслить, то есть, правильно принимать решение. Как и многие христиане, может быть, Бог побуждает и сделать что-то, потрудиться, совершить, а в разуме, а что я один, кто поможет, ну и так далее. Поэтому решение все равно в мыслях. Поэтому апостол Павел говорит, что должно мыслить, но если кто еще неправильно мыслит, некоторые приезжают и говорят, ой, я неправильно принял решение, Бог еще откроет. Написано, Бог откроет. То есть, Бог меняет наш разум, каким образом? Наш ум меняется на ум Христа. Вот. Впрочем, чего мы достигли, так и должны мыслить, и так поступать. То есть, апостол Павел говорит, но в тех решениях, до которых вы уже пришли, ну, то есть, вот смотрите, человек принимает решение. Я в сердце, зов идет на Господа. Он принимает решение. Приходит Господу. Сердце, зов, собрание, слушай, слово может быть цель. Все нормально. Он принял решение. Он в церковь приходит, в церкви покаялся, в церкви на собрании, домашних, там и так далее. И вдруг, после этого его нет. Поэтому поступаю и говорит, что если вы прошли этот путь, то есть, решение принято, то есть, позыв был от Духа Святого, решение вы уже приняли, то вы это не оставайтесь. То есть, если вы приняли это решение, то есть, вы пришли к этому решению, в нем и оставайтесь. Апостол Павел вот так советует. То есть, если у кого уже эти решения есть, в них и надо оставаться. То есть, не метаться. В чем дело. То есть, эти уже решения есть, они уже достигли. Вот. И далее говорит, что вы не просто будете так поступать, есть и примеры. Какие примеры? Он говорит, подражать и брать им нет. И смотрите на те, которые поступают, по примеру, как вы имеете в нас. То есть, он говорит, не только я так поступаю, и другие так поступают. Вы не должны, знаете, забывать, в том, что, вот, когда людей зовут церковь, собрание, там, Господа, почему-то, люди забывают, то, что уже путь этот пройден многими. Уже путь этот пройден многими. И сегодня в этом пути уже многие идут. То есть, ты встаешь на этот путь, там пустоты нет впереди. Там уже прошли столько сестер, братьев пути этот прошли. Сейчас только уже впереди идут, да? Ну, проблема-то в чем? Не надо думать, что в этом пути ты один. Вот. Ты особенный, и только ты идешь один этим путем. Так уже сколько прошли этот путь? Они ведь никто не отказались от Господа. Мы сколько уже прошли? Мы не отказались от Господа. Мы идем сейчас этим путем. Столько уже пройдено. то почему другой человек не должен это видеть? Он это тоже должен видеть. Он тоже должен видеть, что этот путь пройден и другими. Ему от этого будет легче. Он знает, что этот пройден путь другими. И этот путь он идет в небеса. Он не идет принимать куда-то в пустоту или неизвестное. Конкретно в небо. Поэтому я говорю, я когда уходила Александра Петроновна, уже мы помолились, все. Ее преумение она приняла. И я пошел от нее, значит, и она говорит, ну, если, говорит, не выздоровею, то я не переживаю, говорит, потому что я, говорит, знаю. Я уже иду туда, там жду, там все, понимаете. И это она мне говорит. То есть она как бы меня укрепляет своим вот, ну, как сказать, своим доверием, своей верой. Потому что она говорит, я не переживаю за это. Потому что вот некоторые действительно, вот, пройдя этот путь, они переживают. Ой, я буду с Богом. Ой, как меня встретить на небе, там. И так далее. Я всегда говорю, ну, вот вы пришли, Господи. Вот у вас Библия. Вы сейчас ее читаете. Вы сейчас молитесь. Вы поете гимны. Кто это делает? Никто это не делает. Вы считаете, что Бог не любит и не знает своих, тех, которые делают то, что другие не делают. То, что славят Христа, славят Господа, живут Духом Святым, крещены Духом Святым, говорят в молитвенных языках. Это делают те, которые возрождены. И еще и эти не Его, что ли? Кто тогда вообще Его? Кто тогда Его-то? Поэтому в этом отношении мы и должны понять, некоторые значат вот эти духовные, эти недуховные. А что, у него Библию в два раза больше в духовне? У него Библию или он в два раза больше на колени стоит? Или он в два раза больше молится? Слово Божие говорит, не многословий будут ее слышать. Не многословий. А именно в отношении, в любви. А не из многословий что он там целыми днями на колени простоирит, а толку-то. В чем тогда духовность может у кого-то быть больше? Все зависит к Христа. Ну, смотрите, как пишет апостол Павел. Он говорит, я иду совершенствовать. Даже он, который достигся, он сейчас в узах за Христа страдает. Он столько уже церквей созидал. Он столько уже посланий написал. Он уже столько молитв совершил. Столько труда Божьего. И он говорит, и мне еще нужно совершенствоваться. Понимаете? Вот в чем суть-то. То есть, что мы должны из этого вынести? Что мы также должны идти совершенствоваться? Не бояться гонений. Не бояться притеснений. Мы встали на этот путь. Впереди нас Христос. Другие братья и сестры. И мы идем. И все мы идем в одно место в небеса, куда нас Господь ведет. И Он желает нас видеть. Теперь он говорит далее. Смотрите. Ибо многие, о которых я часто говорил вам, теперь даже со слезами поступают, как враги Христа Христова. Их, конец, погибель. Их Бог в чрево. И слава их в сраме. Они мыслят о земном. Появилось уже, уже учение. Появилось уже, уже учение. Экиперейские учения, так оно называно. Экиперейцы. В чем суть этого учения? В том, что раз мы идем в небо, жизнь наша вечная, вечная. Какой смысл переживать за земную жизнь? Ну, мы уже спасены, спасены. Мы идем в небо, в небо. Живем вечно, живем вечно. Значит, что мучиться на земле? Никаких страданий. Будем на земле, ну, так сказать, жить до войготных. Гулять, пировать, то есть, все, что хотим, и так далее. То есть, такая веселая жизнь, проблем никаких нет. Вот. Поэтому, просто Павел говорит, что ошибаются они. Конец их будет погибеть. Их конец будет погибеть. Потому, что Бог, а здесь обрадение 19 стих, Бог с какой буквы у вас написан? С маленькой. А то, мы когда встречаем людей, и говорят, «Я верю в Бога». Мы же не знаем, с какой буквы он сказал. Он с маленькой сказал. И он абсолютно искренен, что он верит в Бога. Так вот, посмотрите сюда, пожалуйста, 19 стих. Здесь как раз Бог с маленькой буквы. Они тоже верили в Бога, но с маленькой буквы. И Бог их чрема, то есть, плоть. То есть, жили для плотской жизни, для себя. Жили не для Христа, а для себя. Вот, сравнение. Для Христа или для себя-то ведет. Вот это эхитерейское учение, оно уже учение. Оно и распространялось уже в то время, что более за счет Павел это видел в Риме, потому что римская империя как бы это пропагандировала, пропагандировала такую вольготную праздную жизнь. Вот. И, соответственно, вот эта вольготная праздная жизнь, как бы могла повлиять и на верующих людей. То есть, дескать, все уже со Христом, все нормально, давай тут веселись, все и так далее. Но это все шло вплоть, то есть, вот эти все висели, вот эти все пиры, вот эта вся услада нашла для плоти, то есть, вплоть сеялась. А слободы говорит, кто сеет вплоть, пожинает, шло, ленья, а вдруг вечно. Поэтому жить надо для Христа, жить надо духовной жизнью, а не плотской, а плотскую жизнь угошать. Наше жительство на небесах, откуда мы ожидаем спасителя нашего Иисуса Христа. Апостол Павел говорит, что наше жительство там, то есть, мы туда стремимся. Там обжорство будет? Нет. Готовить что-то будем? Обжорство не будет, потому что готовить ничего не надо. Это самое интересное, что готовить ничего не надо будет. Потому что, если мы внимательно читаем слово Божие, мы видим, что там все и так произрастает. и человек уже будет вкушать эти плоды не для насыщения, как сегодня мы питаемся для энергии. Там энергия будет уже другая. Там энергия будет другая, но эти плоды будут для чего? Для, во-первых, радости, для благодарения Бога, что это все выросло и так далее. Мы даже иногда не замечаем, насколько сегодня произрастает земля много. И в разных местах она произрастает утратность. На их приезжие, допустим, черешни, грецкие орехи, персики. У нас, допустим, растет картофель, капуста и так далее. Огурцы, помидоры. А вообще на экватор приезжие, там бананы, ананасы растут, да, фенигин. Понимаете, вот насколько земля даже здесь, она большая, да, наша земля, и то в разных местах разное все вот как бы произрастает. Ну вот, а вот в том уже вечности, да, как написано, и каждый раз новый плод. То есть, если мы приедем в Акшу, или куда-то ближе, страны туда, ближе к экватору, мы знаем, там бананы, там кокосы, там ананасы, да? А здесь мы когда уже живем, то есть, вот те растения, которые растут, да, они уже, что, меняют постоянно плод. Что-то новое, что-то новое. И это будет не для того, чтобы поесть, а для того, чтобы утолить, не то, что жарду, ну, просто, как бы, как бы, восторженность свою проявить, да, чтобы он дает удовольствие от этого, получить от заботы Божьей. Я вот так понимаю. Который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу его силу, которая действует и покоряет свече. Вот об этом мы и говорим, что сегодня наше тело, да, оно одно, оно сегодня уничиженное. В чем оно разрушается? Ни у кого нет тела сегодня постоянно здорового, ни у кого нет сегодня тела постоянно молодого. Людей многое тратит, чтобы остаться побольше, подольше молодым. Но старение идет, разрушение идет, тело не в состоянии удержаться. А там уже тело, которое мы получаем, мы имеем тело вечное. Некоторые не понимают этого, но это не так сложно. Вы знаете, если вы внимательно читаете Слово Божие, то в самом начале Библии мы видим сотворение Адама и Евы. Да? Мы видим сотворение, да? А их сотворение в чем? Они ведь не детьми родились, понимаете? Они же не стариками появились. Они появились Адаме и Еву ну, так сказать, совершенно, вот когда у нас вот тело такое, совершенное, молодое, вот в этом возрасте, да? То есть оно совершенное тело и оно не болело, оно не страдало, не умирало. То есть это уже было. То есть если некоторые думают, что что-то новое, уже творение Божие в этом есть, уже оно существует. И Бог желал вот такими телами наполнить что? Вселенную. Я так понимаю. ибо сама земля, сама земля была местом для Бога, для отдыха. И Бог хотел вот наполнить, потому что одно из предназначений было плодитесь и размножайтесь, но они были вечными. Они были вечными, то есть смерти ведь не было. Они вечными, они не старели. И вот в этом отношении даже видим потом, что когда Адам и Ева уже потеряли вечность, да, они потеряли вечность, сколько они потом прожили? Почти тысячу лет. Представляете? Я думаю, сейчас кто бы тысячу лет прожил, да, тут кто-то находит там, о-о-о, долгожитие, а там тысячу лет люди жили. Даже тогда, даже при уже грехопадении, при смерти, и то тысячу жили, уже умирая. А сегодня, конечно, жизнь все, увидите, она уменьшается, уменьшается из-за вот этого тела, которое разрушается. Разрушается болезнение, разрушается старостью, и все это последствия греха. Все это последствия греха. Поэтому апостол Павел говорит, что посмотрите, вот это тело, оно преобразится, оно будет другим. и оно будет похоже на тело его, потому что, но он не видел воскресшего Христа, да, в теле, как ученики. Но ведь они другие это видели, мы же читаем, что 500 человек видели его за воскресшим. 500 человек. Поэтому в этом отношении, конечно же, они рассказывали о Христе, что видели его, что такое его тело совершенно, и все это наполнено силой, силой, которая действует и покоряет себе все. Ну вот, я бы хотел спросить у вас, покорять себе все, вот это все, это как понимаете, все, что покоряет себе Бог? Все. Что мы вложим в понимание этого слова все? Земное, это самое другое. Так. Люди, звери, сами. Так. Что за это будет? Что еще покоряется Божьей силе? Все, вот здесь написано. Строляна. Строляна. Все, все, вы ее поняли? Все вселенное. Вот, все творение Божие, да, то, что сотворено им, все ему и покоряется. Он же это сотворил. Он вселенную сотворил, и она ему покоряется. Соответственно, он желает вот этой силой наполнить нас, чтобы то, что покоряется ему, покорялось и нам, как его, и тем. Здесь ничего сложного нет. И то, что сегодня люди не понимают вот этого будущего, потому что для многих вера, это, знаете, религия, это какие-то пряды, какие-то действия. Они не создают, что есть огромный Божий план для всей Вселенной. И вот это все вселенная, вот эта огромная сила, она сегодня принадлежит. И нам важно сегодня вот к этому стремиться, это все воспринимать, к этому идти, и идти только со Христом, то есть, не другого пути, то есть, доверять ему. И до чего мы уже дошли очень хорошо, Бог еще что-то будет открывать нам. Главное, никогда не отступать, не сходить с этого пути, идти по этому пути. Мы все равно имеем конкретную цель, Бог ведет конкретную цель. Цель – вечность. А в этом пути, да, по-разному бывает, но цель – это вечность. Вот такая глава вопросов. Если нет вопросов, мы прощаемся, пусть Бог благословит всех, кто любит Господа, а кто не любит, решайте, время у вас есть, но не так много.